ЧАСТЬ 2. ЕГО ЖИЗНЬ ДО ПРОРОЧЕСТВА 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 ЧАСТЬ 2. ЕГО ЖИЗНЬ ДОЧЬ ХАЛИМЫ АССААДИИ И ЕГО МОЛОЧНАЯ СЕСТРА ЧАСТЬ 2. ЕГО ЖИЗНЬ ДО ПРОРОЧЕСТВА ЧАСТЬ 2. ЕГО ЖИЗНЬ ДО ПРОРОЧЕСТВА ПРОРОЧЕСТВА я плачу что не знаю что для посланника аллаха лучше то что у аллаха всевышнего оплачу я потому что прекратились неспосылавшиеся с небес откровения и это так подействовало на них что и они принялись плакать вместе с ней его занятие будущий пророк салаллаху алейкум ассалям пас овец и это стало причиной для его особого терпения и сострадания к слабым и заботе о них он сказал какого бы пророка аллах не направлял к людям он обязательно пас овец его сподвижники спросили а ты и он сказал да и я опас их для мекканцев за несколько каратов то есть за небольшую плату торговля и женитьба возрасте 25 лет он салаллаху алейкум ассалям отправился в шам по торговым делам он достиг города босра сейчас на юге сирии но затем вернулся сразу по возвращению он женился на хадиджи бин хуайлит ради аллаху анха которая стала его первой женой перестройка кабы когда ему исполнилось 35 лет случилось так что стены кабы сильно пострадали от селя а до этого еще и от пожара урайшиты решили перестроить кабу и выделили каждому племени свой участок когда дело дошло до возвращения черного камня на свое место между ними возникло разногласия о том кто его установит на свое место и споры об этом продолжались течение четырех или пяти дней затем они договорились о том чтобы их спор рассудил тот человек который первым войдет через ворота двора кабы и этим человеком оказался мухаммад саллаху алейкум ассалям и они поручили ему решение этого спора он попросил плащ затем он положил на него черный камень после чего он велел взяться представителю каждого племени за края плаща и нести его когда черный камень принесли до кабы мухаммад саллаху алейкум ассалям своими руками установил его на место ныне черный камень возвышается на полтора метра над уровнем матав внутренним кругом кабы что же касается двери кабы то они подняли ее на высоту около двух метров чтобы туда могли входить лишь те кому они разрешали бы делать это стены кабы стали в два раза выше чем были прежде поднявшись на 18 локтей а внутри храма они установили в два ряда 6 столбов покрыв их крышей на высоте 15 локтей в то время как прежде в кабе не было ни столбов ни крыши его уединение айша ради аллаху она сказала затем ему была внушена любовь к уединению и он стал часто уединяться в пещере на горе хира занимаясь там делами благочестия что выражалось поклонение аллаху в течение многих ночей ему было внушено отвращение к идолам и верованию своего народа и это было для него самым отвратительным